Включаем музыку и мы начинаем работать. Без музыки никуда. Тату-мастер Павел готовит рабочее место. Советуется с клиентом о цвете рисунка на ноге. Каким он цветом будет? Желтый. Желтый? Желтый, зеленый, красный. Зелёный, зелёный, зелёный. Зелёный, зелёный, зелёный. Желтый, зелёный, зелёный. Нормальная идея, нормальная. Можем вот этот же автоплокритный сделать. Ну, давай. Павел бьёт тату парню из Симферополя. Руслан хочет рисунок в японском стиле. Хотел бы делать в Японии, но пришлось в Симферополе. До Японии далеко. Ну и дорого. А так нормально. Так говори, как есть. У нас оккупированного Крыма никуда не выпускают. Ну санкции, конечно. Да, мы тут еле как крутимся, вот тоже татуировки бьём, как можем. Сразу после аннексии в Крыму был бум на ура патриотические тату с российской символикой, говорит Павел. Да, приходят на внутренние войска биться, они там поголовно, все медведи, гербы, короче, там облавят. За четыре года ажиотаж сошёл на нет, но двуглавый орёл, герб и матрёшки на теле до сих пор в тренде. У меня была единственная в последнее время клиентка, говорит, я хочу герб, я говорю, ну гони. Ответ сказал, давай хотят матрёшку какую-нибудь сделаем, сделаем матрёшку. Она хотела, как бы, зрели, да, с балалайкой, что-то такое, короче, он там водки типа пьёт, не знаю. Ну такая типичная, короче, ерунда. Этот человек в салоне ищет рисунок для своего нового тату в интернете. Хочет набить Сталина. Когда определится с портретом, мастер сделает эскиз и перенесёт его на тело. Сейчас у крымчан мода на зверей и растения, объясняет Павел. Этой девушке бьют змею и орла. Рисунок выбирают без содержания или под текста, просто по желанию. Орёл – это же типа символ Америки. Нет. Нет? Всем просто подкорочек. Кто не знает. Пусть там и отвечают на эти вопросы. С таким же успехом можно сказать, что орёл – это символ России. Как представляет Америка россиян? Мы вечно минус 20, мы сидим все в купальниках, холод. Да, мороженое. Понимаешь? Да, да, да. Медведь у нас там, понимаешь, на цепи сидит. Мы все пьём и материмся без разговора. Знаешь? А что, не так? Непонятно. Нам просто в Крым пока ещё медведей не завезли. Да. Приходится только на балалайках играть и водку пить. И вот парадокс. Сейчас поклонников российских символов на теле в Крыму становится всё меньше. Зато больше ценителей тату с украинской символикой. Бывает, даже ребята приходят тоже, валят себе гирбы Украины, короче, там, это вот, как оно называется. А про Украину? Вышиванки. Вышиванки, да, делают. Калавратики всякие там, свастончики. А, ну, это ещё с усами, как его, с шрамами, с таким. Как его зовут? Князь. Не князь. Князь Святослав. Павел и его клиент шутят над безработицей в оккупированном Крыму и низкими зарплатами. Павел, говорит, выбрал профессию тату-мастера, потому что другие не давали недостойного заработка, неудовлетворения. Нет работы просто, да. Приходится вот работать в сфере обслуживания? На сайтах я видел, типа, требуются сварщики. Ну, на строительство моста. Ну, обещают хорошую зарплату. Ну, 4 тысячи рублей в месяц. Нет, нет, я офигел. 60. Это где? Я бы тоже пошёл работать. Я могу. Ну, так номер. Ну, правда, кроме сварщиков никто так не получает. В тату-салоне тема Украины на устах. Те, кто вернулся с материковой части, расспрашивают, как живётся по другую сторону админграницы. Здорово. Здорово. Да. Я вернулся в Украину. Я вернулся в Украину. Какая она? Ну, правда, там есть запах свободы. Да, ну, ничего, тут свободы. А здесь даже не пахнет. Нет. На полке в салоне награды Павла с тату-конкурса. Все получены им до аннексии. Подписаны на украинском. 2013 года. Первое место. Первый месяц. Реализм. Пиев. Украина. В этом году Павел вошёл в тройку лучших тату-мастеров Крыма. Его, как и других, пригласили участвовать во всероссийском конкурсе в Санкт-Петербурге. Говорит, если бы не тату, перспектив на оккупированном полуострове для него не было бы. Дмитрий Евчин, Фируза Казанская, Крымреали.